В Красноярске появится крупнейший в Сибири деловой центр. Правительство края подписало соглашение со строительной компанией. Это произошло на Красноярском экономическом форуме. Рабочее название делового центра Красноярск Сити. Он разместится на территории бывшего завода комбайнов. Сейчас там также возводится жилой комплекс Новоостровский. Предполагается, что деловой центр будет состоять из четырех многоэтажных башен. Помимо деловых зон, там планируется разместить торгово-развлекательные блоки, рестораны и фитнес-клуб. Общая площадь нового центра свыше 200 тысяч квадратных метров. Сейчас проходят проектные работы. Они займут около двух лет. Еще три года потребуются на строительные и монтажные работы. Но уже есть федеральные компании, которые готовы разместить свои офисы в Красноярск Сити. К середине года будет готов визуальный образ будущего делового центра. Причем речь идет не только о застройке, но и о благоустройстве набережной. Подписывая соглашение, мы даем старт уже практическому этапу этой работы, когда можно и нужно переходить, соответственно, к проектированию. Мы при этом понимали, что выбор места обусловлен, ну, как, собственно, географией, потому что это самый центр города. Так и тем, что это будет существенный вклад в комплексное развитие бывшей промышленной площадки и превращение ее в микрорайон без привлечения будущего. Во всяком случае, такого рода планы мы и строим. Также на Красноярском экономическом форуме обсудили развитие железнодорожного сообщения в краевом центре и в пригороде. Ключевые решения нашли отражение в соглашении, которое подписали председатель правительства Юрий Лапшин и начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин. В ближайшие два года планируется создать новые современные станции, транспортно-пересадочные узлы. Один в Иландском на базе будущего здания вокзала, еще один на Девногорском направлении на базе остановки Турбаза. Кроме того, продолжится работа над проектом грузопассажирской железнодорожной линии от станции «Бугач» до аэропорта Красноярск. Этот проект необходим и будет востребован, считает генеральный директор аэропорта Андрей Мецлер. Он рассказал, что пассажиропоток постоянно растет и реализация этого проекта поможет и жителям, и гостям города добираться до воздушных ворот Красноярска быстрее и дешевле. Железнодорожная ветка отлично интегрируется в систему рельсового транспорта Красноярска, то есть существующий проект городская электричка. Мы можем с вами видеть, что Сосновоборск, Железногорск, Девногорск и левый берег, правый берег, он соединен как раз вот в кольцо. Российские железнодороги готовы участвовать в этом проекте, в софинансировании, в количестве 12% от стоимости данного проекта. То есть это подтверждает о том, что даже сами железные дороги видят в этом перспективу.